всем здравствуйте первый день самого первого сбора урожая и урожай меня не яблок не груш не слив не ягод не меда а сбор урожая диких пчел осмий вот так жарища жарища дает о себе знать вот такая у нас саранча уже появляется и я понимаю что к августу будет у нас ее просто тьма ну да ладно а мы своим осмем трубочки на девяносто девять процентов забиты и запечатаны в основном печатка есть желтая черная и так понимаю это в зависимости от погоды было сыро или сухо где брали грязь они от вида пчелы значит домики домики запечатаны по трубочке запечатаны и лед осмий просто сошел на нет я за несколько дней не увидел ни одного насекомого вокруг домиков я думаю что это сигнал что домики пора снимать и хочу рассказать о эффективности ящиков против дятла как как казалось дятел сильно пугливая птица и не сильно умная после того как я заметил что дятел начал пролетать и работать по первым трубочкам я всего лишь навсего повесил вот такие пластиковые ящики заградительные этого оказалось достаточно чтобы дятел больше не прилетел он то ли испугался то ли просто своими мозгами дятла не смог понять как можно на трубочек добраться в обход но факт тот что просто обычная элементарная такая подвязка ящиков работает против дятла эффективной защитой и осмий уже ничто не беспокоит если бы не было этих ящиков то трубочки давным давным давно лежали бы все на земле разбитые растрощенные как это было у меня в прошлом году ну а теперь мне осталось снять ящики и снять трубочки занести их помещение где нет крыс мышей и прочих вредителей здесь здесь как видно то же самое ящичек просто ящичек который я сюда так сказать ставил на крючок повесил он сохранил сохранил все трубочки которые остались после первого набега вот следы первого набега дятла и все остальное все остальное осталось целое можно смело снимать и переносить в дом для дальнейшего сохранения пчелы и как видно что вертикальные трубочки занимаются осмеи ничуть не хуже чем горизонтальная то есть положение трубочек вообще не влияет никак на населяемость вот вот и все и весь сбор урожая я думаю что после прошлогоднего полного абсолютного разгрома и буквально мизера оставшихся коконов целых достаточно неплохой урожай в этом году ну конечно же конечно же окончательную цену оценку можно дать только после осеннего вскрытия трубочек но сейчас предварительно я думаю что 5-6 тысяч оконов у меня будет и есть возможность даже тысячу до вторую отправить желающим на сейчас я покажу чем ценыку сами осмеи зачем это мне все нужно хотя что там нужно пару сотен трубочек из камыша подвесить под крышей сарая я думаю что это не большая работа не большая забота а восьмии мне нужны просто из-за вот этого у меня в прошлом году был отличный урожай просто великолепный урожай яблоки груш если бы не осмеи то в этом году даже при хорошей погоде не было бы ни того ни другого но с тех пор как у меня поселились на участке осмеи у меня нет такого что я бы не родят через год у меня урожай на яблонях каждый год до цветов есть года меньше есть цветов больше но яблоки завязываются все равно всегда больше чем яблоки яблоня сможет нормально вырастить поэтому процентов 50 завязи у меня еще деревья и сбрасывают как ненужный балласт каждый год не урожайный году у меня просто не бывает некоторые меня спрашивают дают ли осмеи мед и что с них полезного то нет друзья осмеи меда не дают и и полезное с осмеи вот это это урожай каждый год не через год а именно урожай каждый год это и все что может дать осмея полезного плюс плюс я хочу еще акцентировать внимание на том что я не использую химию химия не используется родятся яблоки и груши такие какие они родятся с пятнышками с какими-то там червоточинками не круглые квадратные прямоугольные но они все полезные плюс это делается каждый год вот такая польза от осмеи они как не воск не мед и еще что то вот эти яблони имели отличный урожай в прошлом году и в этом году яблок в этом году на ветках немного меньше но это не значит что будет меньше урожай это значит что я бы не просто чуть меньше яблони яблок сбросит с себя во время созревания основного урожая вот такие результаты от появления осмеи это при всем при том при том что май у нас был одним из самых холодных за многие десятилетия наблюдений у многих не то что черешин и яблок моих нет даже вишен вот такие вот такая польза друзья от 8 а не мед не воск и не что-то еще иное всем спасибо за внимание и терпение